Спортивный комплекс «Вега» уже не в первый раз принимает у себя спортсменок баскетбольной команды «Динамо» из Новосибирска. В этот раз сибирячки провели игру с командой «Спартак» из Ногинска в рамках регулярного чемпионата премьер-лиги. Оба соперника сильны. Ранее мы уже говорили, что состав «Динамо» претерпел значительные изменения. Сейчас среди новых игроков можно увидеть легионеров из Канады и Америки. Такие перемены сказались на тактике. Команда ищет свой рисунок игры. У нас есть некий такой вектор, который мы задали, вот еще с предсезонных игр. Мы пытаемся его придерживаться. И главное, чтобы у нас была тенденция улучшающегося качества. Это самое главное. И потом уже можно будет говорить о том, что у команды есть сформированный рисунок игры. Спортсменки показали зрелищный матч. На протяжении четырех периодов команды буквально дышали друг другу в затылок. Однако баскетболистки из «Динамо» лидировали и не позволяли соперницам получить преимущество в счете. Каждый закинутый мяч нельзя назвать легким. Пробить защиту Ногинска было непросто. После второй четверти «Динамо» уверенно вела игру с отрывом в 20 очков, не позволяя «Спартаку» восстановиться. В итоге матч завершился со счетом 88-63 в пользу новосибирской команды. Самыми результативными игроками стали Марина Рявкина, Юлия Чайковская, Лотоя Уильямс и Галина Киселева. По мне, сегодня мы сыграли не очень как команда. Нам есть над чем работать. Но я уверена, что это только сегодня. В следующий раз покажем другой результат. Будем работать над ошибками. Баскетбол – это игра, это нужно всегда помнить. Ей нужно уметь наслаждаться, и выходя на площадку, нужно снимать стресс и бегать. Безусловно, нужно понимать серьезность этого и не забывать, что это игра. В этом сезоне баскетболисток «Динамо» ждет еще немало матчей. Самая ближайшая игра состоится 20 октября в Новосибирске. На этот раз гостями поля будут спортсменки из Казани.